в прошлом году мы вывезли экспортировали 850 тысяч тонн твердой пшеницы за границу в основном в италию что говорит о хорошем качестве нашей продукции шестой регион является очень хорошим для выращивания данной культуры по двум причинам первое достаточно хорошие зимы у наши сорта растут зимой как и весной так и осенью поэтому часто кущение происходит на зимнее самое главное это порт порт рядом логистика минимальная поэтому наша пшеница дает вал хороший белок и рядом порты в этом прошлом году цена достигала реализации 28 рублей это за зимой твердую пшеницу последняя партия была продана 6000 тонн за 22 рубля без ндс 29 ноября перед тем как закрыли экспорт в этом году в 1 июня экспорт был открыт сейчас цена 22 рубля что хотел сказать о данной культуре многие говорят что озимая твердая пшеница менее урожайна но данный сорт одари в эрза агро цемлянском районе урожайность состава 73,5 центра зима зектара это оптимальный максимум данная пшениц в данном хозяйстве там в основном выращивались мягкие пшеницы то есть на одну тонну озимая твердая пшеница заслуживый год озимая твердая пшеница лучше чувствует себя чем озимая мягкая это говорит производственные посевы и доказывают во второй зоне ставропольского края где сорт одари регулярно в засушливых условиях дает до 62 центра зерна зектара что нужно знать о твердой пшенице это вовремя посеять и вовремя убрать спрос который задают покупатели твердой пшеницы какое стекло минимум 65 первый класс 85 потом уже остальные вопросы белок ликовина глютен и так далее сорт крупинка созданы в 2004 году это старейший сорт нашей селекции но он до сих пор занимает очень хорошие области такую например как самарская область самарской области этот сорт и высевается на достаточно больших площадях для зимой твердой пшеницы и прошлом году при двухкратных морозах в 7 9 мая и 30 мая дал урожайность на площади 250 гектар 29 центров зерна зектара при этом 15 6 белок и 28 и 5 кликовина сорт средний поздний устойчивы к листовым пятнистостям бурой желтой ржавчины единственная особенность данного сорта неприятно это фузариос колоса поэтому лучшие предшественники для высокого графона для получения высококачественного стекловидного зерна данной культуры крупинка вам несколько раз уже уходила и потом возвращалась сейчас климат меняется и крупинка занимает хорошие площади в волгоградской области оренбургской области при том что районирован только по шестому региону люди просят сеет и получают только хорошие отклики большое спасибо за внимание мы ведем селекцию не только азимы твердой пшеницы но азимы третикалий азимы третикалий также выращивается примерно на 100 тысячах гектар сорт тихон сорт который завоевал первое место у нас в опытах по урожайности 143 центра зерна гектара с делянки заметьте главная особенность третикалий нужно сеять рано потому что третикалий устойчивы к вирусам и два с половиной миллиона если будете загущать происходит конкуренция и вы не получите такого колоса предшественники средний низкий можно по-высокому но при но нужно ретардантами работать предшественники это колоссовой подсолнечник отсутствует абсолютно кукуруза на зерно к поэтому неудобия предшественник подсолнечники колоссовой также у нас есть отделы ячменя который занимается яровым язимом ячменем вот предоставляем вам два сорта вася и юра вася двадцатом году ранирован юрий двадцать первым вася это полукарликовый юрий короткостебельный высокая морозостойкость среднем морозостойкость отличительная особенность вася один из процентов белка юрий 14 наибольшие прибавки сорт юрий дает острый застучливых условиях как как и является этот год калмыкия крым ставропольский край до пяти центров над сортом контрак большое спасибо за внимание и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok